В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я, Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного, нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Заставить работать тех, кто должен и может. Цель декрета номер три о предупреждении социального иждивенчества. Александр Лукашенко ответил на все звучащие в обществе вопросы и дал четко понять, для чего принимался этот декрет и какова его дальнейшая судьба. Работать более активно, уметь принимать решения, воплощать их в жизнь и отвечать за них. На 16-й сессии Брестского областного совета депутатов 27-го созыва подвели итоги работы за год 2016 и определили планы работы на 2017-й. Туризм как одна из перспективных точек роста, повышения конкурентоспособности и привлекательности Бреста. Формулу успеха самых популярных маршрутов областного центра вывела Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Об этом и не только. Прямо сейчас. Одна из центральных тем прошедшей рабочей недели – совещание у президента Беларуси, на котором рассматривались актуальные вопросы развития страны, в частности, исполнение декрета номер три о предупреждении социального иждивенчества. Как сообщает Белорусское телеграфное агентство, Александр Лукашенко ответил на все звучащие в обществе вопросы и дал четко понять, для чего принимался этот декрет и какова его дальнейшая судьба. Документ, подчеркнул глава государства, отменять не будут, но подкорректируют, а также более принципиально и тщательно подойдут к формированию списка плательщиков. Декрет не является экономическим и финансовым. Декрет номер три, который кто-то сами они объявили и обозвали его как декрет от униядцев, декрет номер три о социальном иждивенчестве – это идеологический, моральный декрет. Декрет никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно – заставить работать тех, кто должен и кто может. По словам Александра Лукашенко, сообщают корреспонденты Белта, принятие декрета встряхнуло все общество. Этот документ показал, кто есть кто. Люди начали трудоустраиваться и искать работу. Количество обращений в службу занятости резко возросло. Люди поняли, что надо регистрироваться и искать работу, констатировал белорусский лидер. Резко замедлилась текучесть кадров на предприятиях и в организациях. Люди начали, наконец, ценить свое рабочее место. По сути, была проведена своего рода перепись населения. Создается реальная информационная база списки занятости населения. Это плюсы. Минус во всем этом процессе – несогласованность действий чиновников, которые переложили исполнение на налоговые органы. С людьми нужно разговаривать, объяснять и разъяснять. Как пример, встреча председателя Брестского госполкома Александра Рогачука с участниками марша «Нетуньядцев». Мэр Бреста – один из немногих, кто вышел к возмущенным горожанам. Абсолютно очевидно, что любой диалог, даже острый диалог, он конструктивнее, чем митинговщина, выкрики. И нежелание одной стороны слушать другую сторону. Поэтому хорошая, нормальная, рабочая встреча, которая полезна для меня, как родоначальника, с учетом того, что я обязан знать весь спектр отношений людей к тем или иным правительственным решениям. В каждом случае надо разбираться. В каждом случае надо смотреть ситуацию глубже. И то, что законодательство, оно не догма, оно требует дальнейшего совершенствования, это абсолютно очевидно. Поэтому часть предложений на этой встрече, она будет положена на те предложения по совершенствованию законодательства, в данном случае декретом номер 3. Задача местной власти – информировать предстоящие руководства о техностроениях, которые есть в городе, в обществе. И встреча очень полезная. Я благодарен брещанам, именно брещанам, которые здесь пришли, за конструктивный, нормальный, критичный власти – это нормальный подход. Поэтому это абсолютно нормально. Критиковать власти – это тоже нормальное состояние. Много полезных тем, потому что на самом деле люди не понимают, откуда что-то берется. И в тема городского бюджета, в тема формирования бюджета – эта тема тоже должна быть прозрачная для наших горожан. То есть они должны понять, откуда они получают зарплату, откуда у них должны быть дороги, какой общественный транспорт должен ходить, где вообще берутся троллейбусы, кто за них платит, где и как финансируется медицина. Поэтому здесь тоже такая встреча полезна и для меня, но и для людей. Как итог, Александр Лукашенко поручил к 1 апреля определить списки тех, кто должен вносить платежи на основании декрета номер 3. Второй этап – 1 октября 2017-го – дошлифовка базы. Также президент озвучил следующее решение. В течение года 2017-го не взыскивать социальных иждивенцев, так называемых, по которым мы списки в первом квартале составим, не взыскивать с них этот налог. Кто оплатил в 2016-м году, пойдет зачет 2017-го года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета вернем ему эти деньги при его требовании. Вы меня поняли? В первом квартале мы имеем списки у каждого главы администрации города и района. И по этим спискам начинаем заставлять людей работать. И тот, кто не будет работать, через год, ровно через год к 1 марта, должен будет нести эту пошлину. Исполнение декрета номер 3 идеологического и морального документа переносится на места, сообщают корреспонденты Белта. Контроль за губернаторами, исполнение за председателями гор и райисполкомов, главами администрации в городах. Также в увязке с реализацией норм декрета Александр Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных, а также напомнил о необходимости неукоснительного исполнения ранее данных поручений по доведению в течение года средней зарплаты до уровня в 500 долларов и поддержанию жесткой исполнительской дисциплины. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор на актуальные темы. 16-я сессия Брестского областного совета депутатов 27-го созыва состоялась накануне в городе Надбугом. В ходе мероприятия о деятельности совета в 2016 году, а также состоянии дел на подведомственной территории отчитался председатель Сергей Ашмянцев. Второй вопрос повестки дня – утверждение отчета об исполнении областного бюджета за минувший год. Подробности в материале Анастасии Стропко. Центральный доклад сессии – отчет председателя Брестского областного совета депутатов Сергея Ашмянцева о деятельности, структуре и состоянии дел на подведомственной территории за минувший год. В 2016-м многие показатели социально-экономического положения региона имели положительную динамику. По некоторым показателям область заняла дидирующие позиции первые и вторые места. В частности, первое место по ВРП, промышленному производству, сельскому хозяйству. Второе место по розничному товарообороту, выполнению задания по вводу жилья. Это не просто статистика. Как и итог, собственные поступления у местные бюджеты составили 1,3 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в 2015 году. Все это позволило профинансировать деятельность социальной сферы, строительство значимых объектов, элементов, инфраструктуры. Велась модернизация промышленных производств. На рынке труда в целом ситуация оставалась контролируемой. За счет открытия новых предприятий было создано порядка 7,5 тысяч рабочих мест. Есть позитивные изменения и в части зарплаты. В декабре 2016 года Брещино заняла третье место по данному показателю в стране. Лидирующие позиции сохранил регион и в части демографии. Отрадно отметить, что по итогам 2016 года Брестская область демонстрирует самые лучшие республики среди областей показатели демографии. Мы увеличили положительный естественный прирост населения до 1368 человек, в основном за счет сохранения высокого уровня рождаемости. Сергей Ашмянцев отметил, в целом в области сохранилась спокойная обстановка во всех сферах жизнедеятельности, но вместе с тем есть немало вопросов, которые требуют повышенного внимания. В первую очередь, это неполная трудовая занятость, снижение рентабельности и прибыли некоторых предприятий, увеличение количества убыточных производств. Наметившаяся положительной динамики в развитии народно-хозяйственного комплекса в 2016 году не должна ни у кого вызывать самоуспокоенности. 2017 год будет непростым, а по развитию отдельных отраслей народно-хозяйственного комплекса может быть и сложнее. Необходимо решить поставленную перед органами власти президентом нашей страны задачу обеспечить средний уровень заработной платы в 500 долларов США. Именно сегодня, наряду с принимаемыми мерами, на всех уровнях власти немаловажная роль отводится руководителям предприятий всех форм собственности. От принятия ими своевременных, правильных, управленческих решений непосредственно на местах во многом будет зависеть судьба коллектива. Депутат-руководитель, как и прежде, должен быть в авангарде, являясь примером другим. До окончания срока полномочий депутатов 27-го созыва остался год. Уже в феврале 2018-го пройдут очередные выборы в местные советы. А это значит, что времени на принятие важных решений и воплощения в жизнь инициатив осталось не так много. Не стоит об этом забывать. Анастасия Стробко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Туристическая привлекательность – один из критериев эффективного развития экономики любого региона. Как показывает практика, все чаще в топ успешных попадают города, которым есть что предложить гостю с любым уровнем достатка и интересами. Именно к этому сегодня стремятся европейские страны. На это ориентируется и Беларусь. Брест в этом смысле не исключение. Город с практически тысячелетней историей меняет и дополняет формат не только своего внешнего вида. Создаются все условия для того, чтобы инфраструктура соответствовала международным стандартам. Чтобы гость, приезжая в наш город, чувствовал себя комфортно. Особенно сейчас, когда на въезд в страну был установлен пятидневный безвизовый режим. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая отследила самые популярные маршруты в областном центре и узнала, как формируется формула успеха. Брест – город на перекрестке политических, торговых, культурных путей. Приграничное положение сформировало у жителей областного центра особое отношение к гостям. Брещане всегда открыты для диалога. Однако сегодня, когда международная экономика диктует свои правила развития внешнего и внутреннего рынка, наличия исключительно дружественных отношений для развития туризма недостаточно. Реализуется целый комплекс мер, направленных на привлечение в город гостей из разных уголков мира. В настоящее время в городе Бресте процент загрузки гостиниц составляет 63%. Основная масса туристов, которые посещают город Брест, это жители Российской Федерации. Их привлекает в нашем городе в основном это исторические объекты, такой как основной наш исторический объект – это Брестская крепость. Конечно, в первую очередь оценивается эстетический и культурный потенциал. За практически тысячелетнюю историю Брест приобрел богатое историко-культурное наследие. Однако неизменной остается популярность Брестской крепости. Только в прошлом году комплекс посетило более 425 тысяч гостей. В основном туристы из России, а также Польши, Германии и Китая. Для повышения качества обслуживания в конце 2016-го здесь заработал информационный павильон. С 9 утра и до 5 вечера к услугам туристов специалист учреждения, который ответит на волнующие вопросы, а также поможет спланировать интересную экскурсию. Сам экскурсионный центр или информационный пункт ориентирован в том числе и на индивидуальных посетителей, семейные группы, которые приезжают к нам иногда. Потому что сама по себе экскурсия, которую мы предлагаем там прежде всего, это 2 часа и 15 минут. Эта экскурсия, конечно, затрагивает практически всю крепость. И естественно, что в основном именно семейные посетители, небольшие группы могут себе позволить столько времени на посещение крепости. Организованным группам мы тоже можем предложить полуторачасовые экскурсии. В павильоне предлагаются экскурсии тематические, если посетители таковые желают посетить. В частности, например, экскурсия на 5-й форт Брестской крепости может начаться прямо оттуда, от стоянки. Второй элемент успешного развития потенциала – условия проживания. Экспорт туристических услуг в городе оказывает 10 крупных предприятий. В числе лидеров – знаменитая гостиница «Брестен Турист», само название которой давно на слуху у ценителей качественного и комфортного отдыха. К слову, по итогам года именно «Брестен Турист» смог выйти на серьезные показатели по рентабельности. И это оправдано. Удобное месторасположение, качественный сервис и доступные цены – вот составляющие успеха предприятия. Своим посетителям мы предлагаем самый широкий спектр услуг. У нас есть и туристическое бюро, где мы можем организовать какие-то поездки, экскурсионные маршруты. Предлагаем услуги наших мастеров-переводчиков. У нас самый, опять же, широкий спектр языков, начиная от молдавского и заканчивая более распространенными, такими как английский, французский, немецкий. Предлагаем нашим посетителям услуги автобуса нашего, автомобиль, прокат с водителем. Это, прежде всего, работа коллектива. Коллектив у нас сплоченный, дружный, как говорится. Остались именно те люди, которые хотят работать, знают, как работать и видят перед собой какие-то цели. Мы их ставим, пытаемся выполнять, поэтому как-то вот так и движемся. Привлекает не только туристов, но и профессиональных спортсменов Брест хорошая материально-техническая база профильных учреждений. В городе проходит большое количество первенств и соревнований разного уровня. Здесь же реализуется и подготовка ряда команд, в том числе и из-за рубежа, что также является слагаемым успешного экспорта услуг. На базах наших спортивных сооружений, основных дворца водных видов спорта, грибного канала, проводят свои сборы национальные команды России, национальные команды Малайзии. Вот это их посещение, этих спортивных объектов и проживание в гостинице при спортсооружениях, также дает очень большой процент загрузки гостиниц нашего города. Да, много еще предстоит сделать для того, чтобы туристическая привлекательность Бреста росла пропорционально требованиям времени. Однако база для этого уже заложена. А каким будет следующий шаг, покажет время. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях и мероприятиях. Накануне одна из самых массовых общественных организаций Московского района города над Бугом отметила свой 30-летний юбилей. Речь идет о Совете ветеранов. Сегодня это большая и дружная семья, слава и гордость города, обладатели лучших человеческих качеств. За 30 лет своего существования организация не изменила и продолжает сегодня придерживаться принципов, канонов и традиций, заложенных еще в 1987 году, когда в Беларуси начало формироваться ветеранское движение и город над Бугом активно присоединился к инициативе. О том, как отметили свой 30-й день рождения представители старших лет, подробнее в следующем материале выпуска. До начала праздничного концерта в холле Дворца культуры профсоюзов шумно и многолюдно. Именинники, их родственники, близкие, коллеги, люди с разными судьбами, историями жизни, разных возрастов и взглядов собрались вместе, поскольку едины в одном. У них общая система ценностей, помыслов и желаний. Почему ветеранское движение имеет такой вес и авторитет в современном обществе сегодня, ответ очевиден. Его основоположники – реальные проводники великих побед, сумевшие в свое время направить это движение в нужное русло. Ветераны отечественной войны были той силой, которая не только организовала это движение, но и сумела развить его дальше, сумела передать нам, более молодому поколению, вот те традиции, которые они заложили. И поэтому мы стараемся эти традиции развивать. Это прежде всего в основе этих традиций лежит забота о каждом ветеране, особенно о них самих уже, которые организовали это движение, то есть о самих участниках войны. И мы стараемся, что ни один ветеран не остался без нашего внимания, не остался один на один со своими проблемами. 30 лет – срок незначительный для организации, но весьма значимый для ее участников – обладателей неоценимого жизненного опыта. Несмотря на солидный возраст и тяготы, которые им пришлось пережить в послевоенные годы, они сегодня полны оптимизма и энергии, а их последователи успешно продолжают деятельность, ежедневно внося свою лепту в то, чтобы город над Богом развивался, а молодежь оправдывала ожидания предков. Молодому поколению я пожелаю, чтобы они помнили, во-первых, цену нашей победы, почему они живут сегодня под чистым, светлым, солнечным небом и имеют возможность и учиться, и создавать семьи, иметь детей и их спокойно расти. И потом надо, чтобы они всегда были бдительны и готовы были защищать свою Родину. Это, наверное, самое главное, умение защитить свою Родину. Ну и, конечно же, надо, чтобы они трудились так, как трудилось то поколение, которое им что-то создало. Они появились на свет, не на голом месте. Все, что создано, создано нашим старшим поколением. Они должны это беречь и умножать. Они должны стать созидателем, а не разрушителем. На счету ветеранской семьи москвичей немало полезных дел и инициатив. Накоплен уникальный опыт работы с молодежью. Эти люди никогда не оставались в стороне от всех государственных перемен. Это отмечали в своих поздравлениях представители местной вертикали власти. Этим людям надо сказать огромное спасибо и за то, что они сделали, и за то, что они делают в настоящее время. Почему? Потому что опыт их бесценен. И, конечно, передать этот опыт молодым поколениям – это тоже очень важная задача. И они с этой задачей справляются. Патриотическое воспитание, трудовое воспитание, наставничество – это все те, слагаемые их сегодняшней работы. Ну и нельзя не сказать, конечно, об активнейшей жизненной позиции ветеранов не только Московского района, но и всего нашего города. Праздничный концерт в честь дня рождения Брестской ветеранской организации Московского района прошел с настоящим аншлагом. Желающих поздравить именинников собрался полный зал. Юбилей прошел с задором, весело, с доброй энергетикой и, как полагается, с размахом. Девятая отчетно-выборная конференция состоялась накануне в Брестском государственном техническом университете. На повестке дня ряд вопросов, в их числе выбор нового секретаря первичной организации общественного объединения БРСМ ВУЗа, а также курса развития на ближайшие несколько лет. О главных тезисах открытого диалога, о планах и перспективах Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Отчетно-выборная конференция – это одна из форм работы первичных организаций в структуре городских и областных комитетов БРСМ. Как правило, во время подобных открытых диалогов обсуждаются насущные проблемы объединения, а также определяются задачи для дальнейшего развития структуры. Именно об этом шел разговор в стенах технического университета. Конечно же, мы сохраняем основные приоритетные направления деятельности, утвержденные 42-м съездом общественного объединения. Это и работа по патриотическому воспитанию молодежи, вторичная занятость молодежи, это вопросы поддержки инновационной деятельности и много-много иных направлений, которые на сегодняшний день успешно реализуются союзом молодежи. Современная первичная организация БРСМ – это структура, позволяющая молодым людям определяться со своими целями на будущее. Ребята, которые однажды связали свою жизнь с этим объединением, как правило, активисты в своих коллективах. Интересные и интересующиеся личности, открытые к покорению новых горизонтов и вершин. Их не смущают трудности или преграды. Главное – верить в свой успех и не останавливаться на полпути. Вот девиз БРСМовцев. Социальные и благотворительные миссии, студотрядовское движение, городские и областные праздники. Юноши и девушки всегда в центре событий. И очень важно содействовать им в реализации такой активности. Эта задача легла на плечи нового секретаря первичной организации БРСМ Технического университета. Им был избран Евгений Кузьмич. Волонтерство у нас является приоритетным направлением, потому что с каждым годом волонтеры развивают для себя даже новое направление – это экологическая акция. С прошлого года помощь бездомным животным, приюты для животных. Кроме того, это трудовая деятельность, поиск вакансий для студентов, потому что желающих трудостроится много. Кроме того, Технический университет стал одной из площадок для проведения новой республиканской акции БРСМ. В сквере вуза были размещены скворечники для птиц с символичными надписями «Прилетайте в Беларусь». Акция стала своеобразным призывом для иностранных гостей приезжать в нашу страну. А вот первые перелетные гости птицы займут новые дома совсем скоро. Беларусь – страна гостеприимная. Более 80 стран имеют возможность без визы посетить нашу страну, познакомиться с ее культурным и духовным богатством, ознакомиться с теми достопримечательностями. И молодежь нашего города, члены первичных организаций, в частности, средняя школа номер 26, иных первичных организаций приняли активное участие в изготовлении так называемых скворечников. Анастасия Настерин, Плотницкая, Денис Величкевич, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В городе над Бугом прошло первенство по мини-футболу среди представителей подразделений Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям и работниками МЧС из города Лосицы Республики Польша. Опыт проведения таких спортивных встреч между коллегами не нов и всегда доказывает свою эффективность. В серии поединков брестские огнеборцы на протяжении двух дней соревновались с польскими спасателями за первенство. Каковы итоги промежуточных игр? Какая сборная показала высокое мастерство на нынешнем турнире? Узнавала наш корреспондент София Бережная. Соревнования по мини-футболу в очередной трейсера собрали на одной игровой площадке команды Брестских спасателей и их коллег из Польши. Результат прошлого года победа сборной аварийно-спасательной части номер два Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Достили в этом году победить серьезного соперника покажут, конечно же, встречи на футбольном поле. Ярких встреч в рамках нынешнего турнира было немало. Поединок первый, на котором встретились коллеги второй и третий аварийно-спасательных частей, задал тон соревнования. Силы обеих сторон оказались высокими, что, впрочем, не новость. Мини-футбол популярен среди спасателей. Тренировкам в этом ведомстве отдают немало времени и исключительно по собственному желанию. Из года в год спасатели Брестского городского отдела с молодым и спортивным пополнением в своих командах стремятся совершенствовать игру, показывать класс на футбольных площадках. Успехи МЧСовцев в поединках областного масштаба между представителями разных ведомств. Чем не показатель? С польскими товарищами Брестских спасателей связывает многолетняя дружба. А еще традиция встречается в рамках первенства по мини-футболу. Если нет мысли о победе, какой смысл участия? Польские коллеги очень сильные. Ну и наши тоже есть претенденты из разных частей, парни сильных, которые есть с кем играть. Данный вид спорта активно пропагандирует и польская сторона. Брестские огнеборцы неоднократно участвовали на выездных соревнованиях по приглашению зарубежных коллег. Победу достаивались в равной степени и одна и другая сторона. Дело в том, что подход к делу и отношение к спорту у товарищей одинаковое. У нас тоже очень популярен мини-футбол. Мы тренируемся раз в неделю, проводим такие же спортивные поединки между пожарными дружинами. Любим приезжать в Брест к товарищам, вне зависимости от повода, а на турниры по разным видам спорта. Очень много еще предстоит осуществить в рамках международного проекта. На сегодняшний день все идет по плану. Мы приезжали к ним на соревнования по мини-футболу, по волейболу и решили провести совместные мероприятия именно в городе Брест. Для того, чтобы показать наш прекрасный город Брест, нашу культуру, нашу достопримечательность. В первенстве приняли участие пять команд Брестского городского отдела ПЧС и команда из Лосицы. На протяжении поединка высокую планку держали представители второй аварийно-спасательной части. Хорошую игру показали спортсмены, руководящего состава сборной город-дела, первоклассную подготовку спасателей из Польши. Традиции проведения совместных соревнований с пожарными из Лосицы пять лет. И это лишь скромный юбилей дружбы, который будет продолжаться в дальнейшем. София Бережная, Дород Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании буктв.биуай, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Буктв вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения зала, включив 111 канал. Я, Виктория Соченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 12 марта погоду в Бресте будут определять фронтальные системы, медленно смещающиеся с юго-востока на запад республики. Брещан ждет пасмурная, сырая погода, но без осадков. Лишь к вечеру возможен кратковременный дождь. Ночью и утром слабые туманы, гололед, на отдельных участках дорог гололедится. Температура воздуха минимальная ночью плюс 2-4 градуса, максимальная днем 5 градусов выше нуля. Мало что изменится в погодных условиях и в начале следующей недели. 13 марта в Бресте будет сыро и пасмурно, осадков синоптики не прогнозируют. Утром слабые туманы, на отдельных участках дорог гололедится. Температура воздуха минимальная 2-4 градуса со знаком плюс 7 градусов тепла днем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова